Каким самым странным, крутым, забавным способом ты узнал, что нравишься девушке? Она написала мне Эй, можно я задам тебе странный вопрос? Я согласился, и она написала Забей, а затем через 5 минут Я не трусиха, поэтому спрошу Хочешь сходить куда-нибудь со мной? Жизненный совет Вы будете поражены, но если женщина спрашивает Можно ли задать случайный или странный вопрос Значит она думала об этом в течение нескольких недель Она была просто хорошенькой девушкой в автобусе Но точно не из моей лиги Однажды в автобусе было очень людно И мы стояли очень близко друг к другу Так что она просто положила голову мне на плечо И посмотрела на меня Она сказала мне Можно я буду стоять так всю поездку? Мне с тобой комфортно Это была моя первая девушка в жизни Так что это было приятно Она приносила мне бутерброды в школу Каждый день в течение месяца Я совершенно не понимал почему Пока мой приятель не объяснил мне Единственное, что было у меня на уме Это бесплатная еда Мила Я бы истолковал это так Она думает, что мои родители слишком бедны Чтобы хорошо кормить меня И ей жаль меня Кажется, я нашел общий язык с девушкой Из моего общежития Когда был в Варшаве На одной из вечеринок Но я не был уверен на 100% Что понравился ей Она попросила мой телефон Чтобы написать своей подруге И сообщить, что с ней все в порядке И ее телефон разрядился Затем она пошла в бар Чтобы принести нам напитки Поэтому, естественно, я прочитал текст Который был чем-то вроде Это XXX Я встречаюсь с одним симпатичным парнем Из нашего общежития Это его телефон Завтра в 11 в старом городе Так что не ждите Скрещиваю пальцы И надеюсь на удачу На следующий день я опоздал на поезд до Берлина Я был в баре Девушка, которую я считал Слишком крутой для меня Подошла и завела разговор О спортивной команде Эмблема которой была у меня на футболке Она предложила мне выпить А потом начала флиртовать Я стоял ошарашенный И не мог связать двух слов Она постояла пару минут и ушла Мой друг, который был вместе со мной Назвал меня гребаным мудаком И спросил, почему я не поддержал беседу Я чувствовал себя так глупо В колледже мне не хватало уверенности в себе Я попросил совета у друга У которого никогда не было проблем с девушками Он сказал, что в следующий раз Когда я увижу девушку, которая мне нравится Нужно спросить ее что-нибудь сумасшедшее Например, какого цвета твои трусики Я закатил глаза Ужасный совет Он сказал, попробуй Я не поверил Позже, в тот же вечер Я разговариваю со своей подругой Рассказывая ей об одном ужасном совете Который я получил Она спросила, в чем дело И я сказал Ну, какого цвета у тебя трусики? Она говорит Черного В следующем году мы отмечаем Десятую годовщину свадьбы Она заставила свою подругу Загнать меня в угол У школьных шкафчиков Между занятиями Эй, значит так Ты нравишься вон той девушке Ты должен пригласить ее на свидание После недели моих колебаний И более чем небольшого терпения С ее стороны Я наконец пригласил ее на свидание Теперь мы помолвлены Я сидел рядом со своим другом С которым была его девушка И он обнимал ее за плечи Я решил пошутить Обхватить рукой пустое место Рядом со мной И сказать Да, у меня здесь тоже есть девушка После этого Девушка, которая давно намекала На то, что я ей нравлюсь Скользнула под мою руку И улыбнулась Будучи бабником Я неловко рассмеялся И ничего не сказал Я общался с одной девушкой Несколько недель И думал, что все идет очень хорошо Мы оба собирались На одну и ту же вечеринку Поэтому я позвонил ей И спросил Не захватить ли ей Чего-нибудь выпить Она сказала, что взять И спросила, сколько это стоит Чтобы могла потом вернуть мне деньги Надеясь на наш первый поцелуй Я сказал 8 долларов Но ты можешь просто отплатить мне поцелуем Она ответила О, 8 долларов? Хорошо, я верну тебе на вечеринке Я не ожидал, что меня вот так отошьют Но это нормально Я иду на вечеринку Без намерения общаться с ней Но она болтает со мной всю ночь В конце вечера Она протягивает мне 8 долларов И я говорю Я думаю, что это лучше, чем другой вариант, да? Сбитая с толку Она говорит Какой еще вариант? Оказывается Самой телефон отключился Сразу после того, как я сказал 8 долларов И она не услышала остального Она быстро забрала свои деньги И предпочла второй вариант Мы женаты уже два года Я пошел с одной девушкой На фермерскую ярмарку Она хотела посмотреть на кроликов И когда мы подошли Один из них присел И начал гадить Во время этого процесса Он расшвыривал свое дерьмо Задними лапами И большая часть попала на нас Она была в ступоре Целую минуту Пока я пытался найти салфетки А потом сказала Что ж, хуже момента быть не может Но я хочу с тобой встречаться Я был на уличной тусовке Одна симпатичная горячая цыпочка Оборачивается Улыбается И просит зажигалку Будучи джентльменом И глупым идиотом Я протягиваю ей зажигалку И вежливо улыбаюсь в ответ Все 20 минут спустя Какой-то грязный мудак Просит у нее зажигалку И она достает ее из сумочки И они начинают общаться Ублюдок Никогда не чувствовал себя глупее Мне было 15 лет И у меня никогда не было подружки Я бродил по улицам с друзьями Как-то вечером на Хэллоуин Мои друзья в конечном итоге Встретили знакомую компанию И мы продолжили гулять вместе Когда мы шли по дороге Одна из девушек Просто схватила меня за руку И не отпускала весь вечер Потом она куда-то отошла И ее друзья поймали меня И стали спрашивать Она тебе нравится? А ты знаешь Она считает тебя милым Ну, будучи ребенком Я просто сказал Я не знаю Наверное Очевидно, она мне нравилась И я был просто поражен Что звезды сами падают мне под ноги Потом в конце ночи Мы пошли обратно к машинам Пожелали друг другу сладких снов И она быстро поцеловала меня Короче говоря Она была моей первой девушкой И мы встречались около двух лет Прежде чем она удовлетворила Одного из моих друзей В машине однажды ночью Ох уж эта молодость Летом, перед поступлением в колледж Я работал в парке развлечений Однажды я работал рядом С симпатичной девушкой Мы немного поболтали Во время нашего короткого перерыва Говорили о том, откуда мы родом О домашних животных О том, на каких машинах ездим Она закончила работу на пару часов раньше меня Мы быстро попрощались И я вернулся к работе Когда я тоже собрался домой И завел машину То заметил клочок бумаги под дворником Она оставила свой номер телефона И пригласила меня погулять в тот вечер Однажды неожиданно Я получил от девушки Длинное сообщение В котором говорилось Что она не ищет отношений В данный момент Потому что она только что Рассталась с парнем И расставание было очень болезненным Я был расстроен Но уважал ее желания Через некоторое время Она мне позвонила И объяснила Что среди ее друзей Есть еще один человек С таким же именем Как у меня Который пытается заигрывать с ней Но он странный И не нравится ей Она случайно перепутала меня С другим парнем В своем телефоне Она извинилась И сказала Что я ей нравлюсь Я сказал Что она мне тоже нравится Мы встречаемся уже 5 лет Она пригласила меня Пойти с ней на танцы В качестве просто сопровождающего Она мне нравилась Но я согласился Пойти с ней просто как друг Я старался держать Свои руки при себе И уважать правила Только друзья Когда я высадил ее у дома Она поцеловала меня Много лет спустя Она сказала мне Что весь вечер Надеялась Что я проявлю инициативу Но устала ждать Поэтому взяла дело В свои руки Я отдыхал Лежа на траве Во время одного фестиваля Под открытым небом Когда одна девушка Буквально запрыгнула на меня И сказала О боже Я видела тебя в пабе в городе Ты должен встретиться со мной В палаточном городке позже Я пошел в палаточный городок позже Но там было 5000 человек Или около того Поэтому я никогда не видел ее снова Я влюбился в девушку С которой мы вместе учились в колледже Она пригласила меня в дом своих родителей Посмотреть кино Я прихожу с двумя бутылками вина Мы наслаждаемся ими И смотрим фильм Затем мы поднимаемся наверх Чтобы лечь спать И она говорит Что когда родителей нет дома Она спит в их комнате А не в своей Но как гостю Разрешает мне спать В любой из них Своим куриным мозгом Я подумал Что меня сливают И я должен выбрать Один из вариантов Я говорю Что спать одному В комнате ее родителей Как-то странно Поэтому выбираю ее комнату Она выглядит очень смущенной И говорит Окей И мы расходимся по комнатам Через несколько месяцев Как-то вечером Я встретил ее И она спросила Какого черта я туплю Я все еще не понимал Что она хочет И объяснил свою логику Она рассмеялась И рассказала мне Другую сторону истории Девочки Мы очень тупые Пожалуйста Просто скажите нам Чего вы хотите Я Бористо В одной маленькой кофейне Однажды я работал И вдруг меня позвали Выйти в зал Где за столиком Сидел мой сосед По комнате И очень милая девушка Я подсел к ним Думая О боже Что все это значит Я посмотрел на девушку Она покраснела И мило засмеялась Я повернулся К своему соседу По комнате И спросил Братан Что происходит Он улыбнулся И сказал Это имя И ты ей нравишься И быстро Уткнулся в свой телефон И начал что-то печатать Я снова смотрю на нее И теперь она просто улыбается И строит глазки Убирая волосы за ухо Я просто застыл С отвисшей челюстью В голове у меня было Скажи что-нибудь Спроси ее имя Ты ведешь себя Как странный Молчаливый маньяк Я наконец говорю Привет И мы начинаем Разговаривать Оказывается Она и ее подруга Которую я знал Нашли мой аккаунт В соцсетях И вышли на моего Соседа по комнате Мы обменялись номерами И пару раз встретились Но к сожалению Это не продлилось долго Потому что у меня учеба И много работы И честно говоря Я не был готов к отношениям Но она действительно Классная девушка И с тех пор Моя уверенность Взлетела до небес Ее подруга Пригласила меня на свидание Но на самом деле На свидание Я должен был пойти Чтобы встретиться там с ней Обычная студенческая Вечеринка в большом городе На крыше На которой мы и не должны были быть Владелец вызвал полицию Пришли копы И усадили нас всех Возле гаража в переулке Владелец был там Устраивая сцену По поводу того Как он зол Что люди были на крыше Его дома Копы отвлеклись Разбираясь с этим идиотом Я повернулся К симпатичной девушке Рядом со мной И сказал Ты хочешь свалить отсюда? Мы просто пошли по аллее И провели вместе Целый месяц Еще в колледже Я болтался с друзьями Симпатичная девушка Которую я знал по учебе Которая жила через пару домов Подошла ко мне И сказала Эй красавчик Ты не мог бы одолжить Мне свою футболку? Я не придал этому Особого значения Сказал конечно И повел ее наверх В свою комнату Когда я повернулся Чтобы дать ей футболку Она уже сняла свою Я отдал ей футболку И спустился вниз Чтобы она могла переодеться Она быстро ушла И больше никогда Не разговаривала со мной Только через несколько недель Я понял Каким идиотом был Был на свадьбе друзей Ее двоюродная сестра Спросила моего друга Он супер милый У него кто-то есть? Когда я уходил Мы вообще не разговаривали Но несколько раз Смотрели друг другу в глаза Я был польщен Но не заинтересован Моя подруга написала мне На следующий день Моя кузина считает тебя милым Если хочешь Я могу дать ей твой номер Она была на несколько лет старше И привлекательна Я все еще убежден Что она немного перебрала И просто случайно сказала это Я встретил ее Несколько лет спустя На вечеринке И она меня не узнала Я пошел на концерт с другом И в последнюю секунду Он говорит Я пригласил одну девушку Не приставай к ней Я думаю что у меня есть шанс Так что я вел себя как обычно Но подумал что она смешная И классная В конце вечера Она спросила мой номер Мы вместе уже 10 лет У нас была вечеринка первокурсников И в рамках вечера Нужно было назвать Имя парня девушки Которые Которая вам нравится Прямо со сцены Большинство людей Предпочли промолчать Но она назвала Мое имя Перед двумя сотнями людей Я простой обычный парень И я был смущен И шокирован Всем этим вниманием Она очень сильно Шлепнула меня По заднице Посреди урока Обязательно Подпишитесь на наш канал Чтобы не пропустить Новые супер интересные обсуждения Ну а пока Предлагаем посмотреть Другие наши видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok